Бахар Байрамова бережно раскладывает на столе своей съемной квартиры документы. Здесь, по сути, летопись всей ее жизни. Диплом об окончании Бакинского медицинского училища по специальности фельдшер, трудовая книжка, в которой отрежено, где и сколько Бахар работал у себя на родине в Азербайджане. С большим удовольствием и гордостью рассказывает о работе медиком. Этой профессии она отдала 14 лет. Переворачивая страницу за страницей, с ностальгией вспоминает каждое место работы. С будущим мужем Бахар, кстати, познакомилась в районной больнице недалеко от Баку, когда ухаживала за его отцом. Сразу после свадьбы переехали в Россию. Чтобы законно работать здесь, получила специальный патент, за который в месяц платит 3600 рублей. Однако устроиться по профессии медиком никак не может. Сказали, что у нас нужно гражданство, а потом сертификат нужно получить здесь. Какой сертификат? Типа медицинская сестра. Нужно учиться 4 месяца, потом получить здесь. А там, которые отсюда, это оттуда я принесла, это они действуют в Российской Федерации. Уборщица даже не взяли, сказали, нужно гражданство. Звонила в несколько медучреждений, в том числе и частных, везде одно и то же. Якобы требуют российский паспорт. Сегодня мы обратились в миграционную службу за тем, чтобы понять, есть ли у иностранцев какие-нибудь ограничения в работе по патенту. Все зависит от работы дателя. То есть иностранный гражданин, если соблюдаются условия, и его квалификация позволяет работать у, допустим, работы дателя, то он работает у него. То есть здесь нет разницы в специализации. То есть какого-то закона, запрещающего его? Нет, конечно. Все документы у Бахар в порядке. Отправляемся в одно из медучреждений города, вторую областную больницу. Здесь и потребность в медперсонале есть, и положительный опыт привлечения врача из-за рубежа. Документы должны быть паспорт с УФМС, и плюс все документы, которые у меня есть по образованию. То есть наверняка это диплом, наверняка это сертификат. Мы на месте уже здесь посмотрим. Если все документы отвечают требованиям Российской Федерации законом, то, пожалуйста, в приеме мы отказать не можем. Если понадобится дополнительное обучение, его можно будет пройти в нашем медучилище. Причем вопрос с оплатой решаем. Есть различные варианты с рассрочкой. В этой больнице Бахар ждут, чтобы познакомиться. Если все документы будут в порядке и квалификацию устроит, мечта Бахар вновь вернуться в свою любимую медицину наконец-то сбудется. Павел Панов, Дмитрий Махов. Новости. Документы не получаются проблемы.